Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Есть несколько косвенных признаков, что осуществляются вот эти, так будем говорить, печати, о которых говорит книга Откровения, что там обольщение, войны, глады и все остальное. То буквально о чем предупреждал Иисус. А в какой-то степени это уже другой вопрос. То есть мы понимаем, что это всегда происходило в истории человечества. И, соответственно, здесь скорее всего, наверное, будет только степень интенсивности вот этих всех событий. Но если даже взять, что вот эти все события уже идут, они начались как точка отсчета. Для нас, я как вижу, как воспринимаю, самое центральное, самое главное событие, которое мы можем точно сказать, началось. То есть это, как всегда, нужно смотреть на Израиль. Друзья, запомните, Израиль – это часы мировой истории. То есть не Нью-Йорк, не Москва, не Рим, не Пекин. Израиль. В общем, то, что будет происходить в Израиле, оно будет определять, на самом деле, когда эта точка отсчета начинается. О чем речь? Смотрите, Матфея 24 глава. Когда у Иисуса спросили, когда это будет, какой признак там твоего пришествия. Вот он как раз начал говорить о том, что будут разные события происходить. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул, не прельстил. Тут поднимется множество всяких лжепророков, лжетечений, лжемессии, лжехристов и так далее. Соответственно, потом народ восстанет на народ, и там будут такие неприятные вещи происходить. Но потом Иисус сказал следующую фразу. Он говорит, итак, когда вы увидите мерзость запустения, которая будет стоять на крыле храма, реченную через пророка Даниила, то есть он ссылается на известное пророчество Даниила. И тогда он говорит, что после этих событий, ну и так далее, там начинается Великая Скорость. То есть, если мы посмотрим книгу Даниила, это записана книга Даниила 9 глава, и там с 24 стиха и дальше, где архангел, который послан специально для того, чтобы все объяснить и рассказать, какие вещи будут происходить, он сказал, что 77 определены для израильского народа. И седьмина – это семилетний период. 69 седьмин, они уже исполнились. И буквально то, что там было сказано, если вы будете читать, просто прочитайте, это 9 глава, пророк Даниил. Там сказано, что 69 седьмин вводят от постановления или приказ о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки. То есть там буквально так и написано – до Мессии, до пришествия Мессии. И что будет предан смерти Христос и не будет. Я не знаю, насколько еще более ясно и четко это все было сказано, и почему иудеи ортодоксальные это не видят или не хотят это видеть, но это уже они сами пускай решают. Но там сказано, что потом будет 70 седьмина. И очевидно, что здесь между 69, которая осуществилась в момент смерти и воскресения Иисуса Христа, начинается период, как мы говорим, период благодати, период церкви. Или по-другому времена язычников. То есть вот это то, что важно. И соответственно, потом в самом конце, когда заканчиваются времена язычников, начинается действие последней седьмины. Каким образом она будет проявляться? То есть как мы можем понять, вступила она в силу или нет? Седьмина – это будет осуществление так называемого семилетнего договора. Это будет, скорее всего, мы не можем точно сказать, как это будет происходить. Но буквально Даниил 9.27 говорит, что он, этот народ, вождь народа, который придет, тот самый, который разрушил Иерусалим, и это Римская империя. Так вот сказано, что вот этот вождь, который потом придет через какое-то время, он заключит договор. Причем такой крепкий договор. И по этому договору, я не знаю, на каком уровне это будет происходить договор. Это в Организации Объединенных Наций, или Лига Арабских Государств и Израиль. То есть мы пока не знаем, как это будет, но это не важно. Самое основное – это вот что будет. Что будет заключен семилетний договор, на условиях которого Израилю будет позволено построить храм. Вот как только мы с вами узнаем из новостей и услышим, что договор заключен, и Израиль начинает строить храм, вот тогда мы точно знаем, обратный отчет пошел. Так сказать, каундаун. То есть это будет, будем так говорить, семь лет до момента, когда Иисус вместе с Церковью возвращается на эту планету. То есть что до этого? Есть разные предпосылки или разные, будем говорить, теории и учения. А кто-то верит в то, что будет такое внезапное восхищение, что ничего не предвещало, мы жили-жили, раз, и улетели. А бедолаги оставленные, они тут останутся и будут как бы мучиться со всеми тут проблемами. На самом деле, если мы внимательно изучаем Писание, то мы поймем следующую картину. Допустим, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Апостол Павел говорит, братья, не спешите колебаться умом, как будто уже наступает День Христов. Я хочу здесь, чтобы, друзья, вы отметили разницу между понятием День Христов и День Господень. День Христов, и, к сожалению, в некоторых Библиях перевели как День Господень. Я специально посмотрел в различные источники, в том числе, как это в греческом оригинале написано, там Христов. Что это значит День Христов? Буквально дальше в этом же стихе расшифровка. В нашем собрании к Нему. То есть собрание к Нему – это восхищение Церкви. День Христов – это тот день, это день, это не период времени огромный. Это день, когда Иисус вернется за своей Церковью, чтобы забрать ее. Так вот, апостол Павел говорит, смотрите, этот день, то есть День Восхищения Церкви, День Христов, не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется от человека греха сын погибели, который сядет в Храме Божьем, выдавая себя за Бога. То есть вот это мы должны очень с вами ясно понимать. Когда Иисус говорит о том, что будет поставлена мерзость запустения и ссылается на пророка Данила, некоторые подумали, что это связано с разрушением храма и, соответственно, Иерусалима в 70-м году н.э. или от Рождества Христова, когда Тит Веспасиан, это сын римского императора Веспасиана, он окружил Иерусалим, взял его осадой, и тогда вот они разбомбили храм. Дело в том, что в этот момент мерзость запустения не была поставлена. То есть это говорится о каких-то грядущих событиях. Так вот, как раз Иисус ссылается на Данила, который говорит о том, что мерзость запустения будет поставлена в середине последней седьмины. То есть, когда будет построен третий храм. Недавно я посмотрел одну, зашел на одну страничку, называется что-то связанное, в общем, с храмом, со строительством храма. Институт храма, что ли, там, в Израиле есть, как бы, такой институт храма, и вот они там все это рассказывают, описывают. У них есть макет, у них есть полностью весь проект, у них все готово. У них готовы материалы, у них есть ресурсы, у них есть обученные священники, даже телица красная родилась, и даже небольшое стадо там появилось. В течение двух тысяч лет ее не было. То есть, вот, очень такие интересные события. Можешь, пожалуйста, еще раз повторить этот момент? Это очень интересно было. Что уже были какие-то проявления того, что это как будто вот-вот, но нет. Еще раз можешь, пожалуйста, эти события? Я имею в виду, что этот институт храма, он все расписывает, что у них все готово. Они верят за это. Они убеждены, что скоро храм будет построен. И причем они уверены, что это не будет просто как-то вот как раз с неба там все спустилось. Они уверены, что это будет путем дипломатических усилий. Что, значит, человечество восторжествует. Что, дескать, Иерусалим это не только святое место для мусульман и христиан, но исконно это место поклонения Израилю. Поэтому они рассчитывают на то, что наступит момент, когда все-таки они получат это разрешение. И они говорят, у нас все есть. То есть у них есть все. Недавно разговаривал с одним божьим человеком, который на оригинале читает Писание, который имеет общение с ортодоксальными иудеями, так или иначе связанными со строительствами храма. Вот интересно, они говорят, что строительство храма займет 3,5 года. И теоретически они могли бы это быстрее сделать. Ну, в смысле, если просто говорить о стройке. Но там не просто стройка, не просто ресурсы, не просто материалы. Там есть определенные свои кошеры, определенные свои ритуалы, которые они должны соблюсти при остройке храма. И теперь интересно получается, что будет начало строительства храма. И 3,5 года это будет то время, когда, будем так говорить, восшествие вот этого человека греха. Я предполагаю, что до момента заключения будут происходить какие-то события, очень серьезные по своему масштабу. То, буквально, о чем предупреждал Иисус. Это будут и войны, и эпидемии, и голод. И в результате этого часть мира будет просто лежать в разрухе. И в этом отношении, друзья, я вам хочу привести пример. Пример того, как это происходило с Германией. Потому что лично я однажды понял, что Гитлер – это был один из таких ярких примеров или прообразов антихриста. Как он поднялся? Дело в том, что Германия после Первой мировой войны лежала в разрухе полной. То есть был момент так называемой Веймарской республики. Всем известно в учебниках по экономике есть понятие гиперинфляция Веймарской республики. Когда за один год инфляция составила триллион процентов. Ну то есть в начале года одна марка, за одну марку можно было купить одну чашку кофе. Через год за триллион марок можно было купить чашку кофе. Ну то есть вот примерно, чтобы вы понимали, жуть какая там происходила. Соответственно страны-победители в лице Франции и Англии, они накладывали огромные репарации, невероятно большие. То есть нет золотого запаса того времени, который бы мог вот это выплатить. Соответственно что было? Немцы, германский народ лежал, ну то есть они были подавлены, их само сознание было разрушено, нищета, безработица, экономика просто на нуле. Ну и сами они эмоционально подавлены. Демократическим путем избирается Гитлер. Ранее никому неизвестный какой-то эфрейтор с сумасшедшими идеями. Но когда он начал, начинал говорить, все были просто в шоке от того влияния, которое стояло за ним. И мы понимаем, что там это не просто была его личная харизма, это были бесовские оккультные силы. За несколько лет, с 1933 по 1938 год, Германия стала супердержавой. Экономика была восстановлена невероятным образом. Мощная армия, мощная индустрия, огромное влияние. Соответственно дух нации возвышен до невероятных масштабов. Немцы почувствовали себя супергероями, суперменами. Ну то есть помните вот эта вся идея с расой сверхчеловеков, арийская нация. Ну и соответственно нужен был козел от мущения. Его нашли в лице евреев. Ну то есть понятное дело, что сатана с тысячелетиями евреев ненавидит. И дух антисемитизма он с самого начала был. Начиная еще с египетского рабства. Так вот, в тот момент, когда страна была экономически разрушена, вот тогда евреи, как ни странно, они владели фабриками, газетами, банками. И соответственно Гитлер сказал, видите, это все из-за них, это вот они виноваты. И соответственно пришло огромное гонение, вы знаете, к чему это привело, это холокост. Уничтожили более 6 миллионов евреев просто потому, что они евреи. Просто потому, что они евреи. Так вот, будет примерная картина. То есть после вот этих всех событий, которые происходят. И я думаю, что сейчас какие-то события, они может быть являются предвестниками. Потому что мир погружается в пучину. Не просто там эпидемия, не просто безработицы. Но скорее всего это вызовет определенный политический хаос. И какие-то локальные войны будут. И может быть будет очень большая война на Ближнем Востоке. Которая сломает сопротивление арабов. И возможно вот тот самый человек, он получит такой авторитет, что он сможет убедить. И ООН, и арабские страны. Чтобы они дали разрешение для постройки храма. Понятное дело, что у него будет свой меркантильный интерес. Потому что он за эти три с половиной года поднимет экономику. Помирит. И все будут говорить, мир и безопасность. Так все замечательно. Так все классно. Он будет гуманистом, великим оратором, либералом. Кто-то говорит, возможно, гомосексуалистом. Потому что есть определенные намеки на это. И видно, что западный мир на всех парах к этому уйтет. Я думаю, что то, что происходит в западном мире, это просто подготовка почвы. Чтобы люди, народ, в том числе и те, которые, особенно европейские страны, которые несколько десятилетий назад буквально еще можно было назвать христианскими. Сейчас они на ура воспринимают все эти странные либеральные идеи. То есть понятно, что почва подготовлена. И кто-то сказал, как возможно было, когда культурная нация немцев, которые дали рождение великим поэтам, ученым, философам и так далее, композиторам, вдруг стала нацией зверей. Ну вот это возможно, потому что приходит великое обращение. Потому что эта личность поднимется. И когда люди увидят, что он понимает экономику, и что когда он говорит, всех мурашки пробирают, и все в восторге, и там готовы кричать зиг там кому-то, непонятно кому. То есть это будет уже на уровне большого объединения. По моему убеждению, что это будет восстановлено что-то в пределах Римской империи. Потому что, смотрите, даже Гитлер, он пытался, у него было понятие Третий Рейх или Тысячелетняя империя. И многие вещи были очень похожи на Римскую империю. Поэтому у дьявола есть вот такое желание восстановить это все вот как бы, как Третий Рим и Четвертый Рим, я не знаю. И, соответственно, это будет с определенной интенсивностью где-то вот именно в пределах текста, ну, как мне видится. Не то, что полностью вся земля, она абсолютно будет под контролем. Где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Так вот, через три с половиной года, когда храм будет построен, и когда авторитет и влияние вот этой личности достигнет своей кульминации, вот тогда он придет в храм, возможно, это будет церемония открытия храма. Может быть, пройдет какое-то время, чтобы были принесены уже жертвы и начало все там действовать и работать. Но Библия говорит, что в середине седьмины. Итак, друзья, напомню еще раз, как только мы с вами услышим о том, что началось строительство храма в Иерусалиме, мы знаем, что через три с половиной года эта личность зайдет в храм, сядет в храм и объявит себя Богом. И вот тогда, соответственно, начинается очень большая турбулентность. Потому что церковь, то есть настоящие верующие, не номинальные, не те, которые просто культурно себя причисляют к христианам, а те, которые знают Писание, которые знают Бога, которые понимают, о чем идет речь. А также часть Израиля, потому что будут израильтяне, которые воспримут этого человека как Машиаха, потому что они его ждут до сих пор. Иисус предупредил, он говорит, я пришел во имя Отца моего, вы меня не приняли. Другой придет в свое имя, вы его примете. Поэтому будет часть Израиля, которые на ура примут его, скажут, это наш Машиах, он построил храм. Все понятно, все ясно, он победил всех противников и так далее. Мы теперь живем в мире безопасности. Следующий момент, часть Израиля его не примет по каким-то своим понятиям и критериям. Потому что Данил об этом предупреждает, что люди, чтущие своего Бога, они будут противиться этому. Тогда что будет происходить? Дело в том, что уже сейчас все технические средства, соцсети, экономическая система готова к тому, чтобы осуществилось то, о чем предупреждает Неготкровение. Друзья, каждый из вас имеет так или иначе какой-то смартфон, гаджет и так далее. Вы подключены к каким-то соцсетям. И, в принципе, спецслужбам даже не нужно потеть и вычислять, где вы находитесь и чем вы дышите. Мы сами о себе все рассказали, где мы есть и во что мы верим. Следующим шагом будет такая техническая возможность, образно говоря, чтобы на нас влиять. То есть там сказано о том, что те люди, которые ему не будут подчиняться, то есть этот образ, который придет, я не знаю, что это голограмма какая-то или интерактивная связь через гаджеты. Но факт то, что всех несогласных и нелояльных их будут очень быстро вычислять. И будет нагнетаться истерия. И люди этого мира, они просто будут думать, вот эти хейтеры, ненавистники, с ними надо разобраться. Они такого великого человека не почитают. И они не хотят быть в системе, понимаете, вот эти там такие. Не хотят себе эти печати ставить или там эти чипы или что бы то ни было, неважно. Друзья, некоторые сейчас начали волноваться. Пошло много роликов по поводу того, что вакцина, чипирование. И как бы нам ненароком там не поставили этот чип, и мы бы там не оказались. Друзья, слушайте меня. Этот чип, о котором книга откровения говорит, или что бы то ни было, начертание, я не знаю, что там именно. Его нужно будет заслужить. Вам не поставят его хитростью. Вам не поставят его, когда вы там спали или когда просто под видом вакцины там и так далее. Это будет, будем так говорить, заслуга или награда за лояльность. То есть только те. Смотрите, в Римской империи христиан вычисляли элементарно. То есть каждый гражданин Римской империи однажды, раз в год, он должен был приходить в какой-то там храм, бросать вот эти вот благовонные курения и провозглашать, что Кесарь это Господь. Понятное дело, что христиане отказывались от этого дела. Их вычисляли, и тогда там начинались разного рода вещи происходить. То есть либо их там пытались, будем так говорить, пыткам подвергать, вынуждать, либо просто их там бросали к львам или распинали. В тех местах, где это было более лояльно, их просто не пускали в экономическую систему. Да. И все. Вот это примерно будет на таком уровне. Будут люди, Писание об этом предупреждает книги Откровения, что будут те, которые обезглавлены. Другие, которые откажутся принимать это начертание, потому что они не хотят поклоняться, они знают, о чем идет речь. И они понимают, что при всем этом давлении, средств массовой информации и всех этих идей, что ну ты же там, ты же цивилизованный человек, ты понимаешь, что это все так должно быть, это правильно, это хорошо, это правительство гарантирует. Ну и ты же в конце концов не изверг, подумай о своих детях, давление будет серьезное. Но проблема вот в чем, что гонение, которое придет в результате того, что церковь и часть Израиля откажутся поклоняться этому зверю, оно будет называться великой скорбью. И вот теперь я хочу, чтобы друзья мои понимали разницу. Великая скорбь – это не вот этот весь семилетний период. И даже не последние три с половиной года. Великая скорбь – это то, что идет от Антихриста и от этого мира в отношении церкви Израиля. Великая скорбь – это преследование и гонение. И это будет очень интенсивный момент, но короткий. То есть вся власть вот этого зверя будет всего-навсего три с половиной года. Часть – это то, что его ярость будет изливаться на церковь, он будет знать, преследовать, пытаться там заставить, если нет, то либо голодная смерть, либо обезглавленное, там еще что-то. Но это проходит буквально, я не знаю сколько это, там год, полтора, два года. Факт то, что это будет прервано. Евангелие от Матфея, 24 глава, еще раз. Иисус говорит, посмотрите на то, что будет происходить на крыле храма. И ссылается на Даниила. Потом говорит, после этого будет Великая скорбь. И когда он говорит Великая скорбь, греческое слово «тлипсис», что обозначает гонение. Говорит, но ради избранных сократятся эти дни. Далее, Матфея 24, 29 стих, он говорит, что ради избранных, вдруг после скорби дней тех, то есть, обратите внимание, после скорби дней тех, явится знамение Сына Человеческого. И вот как раз то, о чем в многих местах, там, Иоилия говорит, книга Откровения, Матфея говорит, Евангелие от Луки говорит, будут различные знамения. Люди будут видеть, это будет в один день. Это просто один календарный день. Будут видеть то, что происходит, слоно непонятное, солнце будет покрыто тьмой, звездами будут происходить какие-то события. И явится знамение Сына Человеческого. И тогда сказано, что после скорби дней тех придет это знамение, и Господь даст сигнал, и Он пошлет ангелов Своих, которые соберут избранных от края земли до края. Как только церковь будет забрана от этой земли, Господь говорит дальше, что это будет как во дне Ноя. Давайте вспомним, как это было во дне Ноя. То есть, Ной, проповедник правды, который обрел благодать, он построил ковчег, он зашел в ковчег, Господь закрыл. То есть, даже не сам Ной, Господь закрыл. В этот же день, друзья, в этот же день сразу начался гнев Божий, суд Божий. То есть, излияние этого дождя, этих вод, открылись источники и все остальное. И фактически Иисус говорит вот так. То есть, как только церковь будет забрана в ковчег, который называется Тело Христово, восхищение церкви, то в этот же день начнется суд над нечестивым человечеством, которое отвергли. Причем, Я их говорит, что будут вот эти великие знамения. Там на солнце, на луне и так далее. Там сказано, прежде чем наступит День Господень, великий и страшный. И далее. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть, я верю, что будет масса людей, которые до того момента сомневались, как бы не знали, им проповедовали, они где-то слышали, может быть, в детстве они ходили в церковь, но потом по каким-то причинам отступили. Но в этот день они все вспомнят. В этот день многие, которые когда-то были связаны с Писанием, или те, о которых мы с вами, друзья, молимся, и Бог верный, Он запечатывает этих людей. И может быть, до конца своей жизни они так и не приняли спасение, но если они доживут до того дня, многие из них в этот день будут также спасены. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть, Бог до последней секунды дает шанс человечеству спастись. Можно отвечать? Да. Вот этот вопрос. То есть, получается, что когда Иисус будет забирать свою церковь, очень много будет взято с этой земли. То есть, даже те, кто были вели, то есть, очень хороший образ жизни, они как-то почувствуют, в этот момент они должны покаяться, и если они это сделают, они будут забраны. Правильно? Но я думаю, что тогда будет работать вот эта история с тем разбойником, который все, что понимал, он говорит, Господи, вот просто помяни меня в Твоем царстве. Да, да, да. И вот этим людям все, что нужно будет сделать, опомниться. Ну, образно говоря, они все это увидят. Это настоящая, это реальность. И вдруг они в себя приходят, и вдруг они как бы осознают, и все, что им нужно, они должны призвать имя Господне. Вау. Всякий, кто призвает имя Господне, спасется. Супер. Да, да. И... Ты хорошая. И далее книга Откровения, 7 глава, 9 стих, говорит о том, что Иоанн увидел великое множество людей, которых никто не мог перечислить. И они все стояли перед Богом в белых одеждах с ветвями пальмы. И он спросил, это кто? Он говорит, это те, которые пришли от великой скорби. Или буквально в оригинале из великой скорби. Да, да. То есть это несчастливое множество такое. Ну, если нам книга Откровения говорит о цифре в 200 миллионов, и, соответственно, это посчитано, то там говорится о том, что никто не мог сосчитать. То это... речь идет о миллиардах. Вау. Поэтому я верю, что это будет огромное. Плюс к этому, я уверен, что в течение определенных лет, когда христиане поймут, что все, вот оно на самом деле началось, и точка счета пошла, и теперь уже мы не то, что там в неведении, там 10 лет, 20 лет, 40 лет спереди. То есть они просто понимают, все. Да. И теперь точно началось. Я думаю, это вызовет огромный энтузиазм, и это будет огромная активность, и благодать Божья будет действовать. Мы сейчас верим в то, что начинается очень сильное пробуждение. Да. Какому пророки говорили, что оно приведет не менее миллиарда человеческих душ по Царству Божию. Вау. Но в те моменты, я думаю, будет такая интенсивность сильная. Конечно, с одной стороны, будет также и великое отступление, потому что Павел предупреждает, что интенсивность вот таких вот событий и гонений будет такая, что члены семьи будут предавать. То есть на брата поднимется отец на детей, дети на родителей. Ну, то есть что-то будет. Вау. И во многих любовь их ладеет, и кто-то отступит. Я думаю, что мир будет разделен. Сейчас, как правило, есть часть, ну, грубо говоря, там, я не знаю, 10-20 процентов, которые такие более-менее активно верующие. Там, 10-20 процентов, которые такие радикально ненавидящие. Да. И потом просто большой балласт, которым все равно. Им без разницы, кто-то там христианин, ты буддист, мусульманин. То есть они просто живут своей жизнью. Да. А перед тем, как Иисус заберет церковь, не будет равнодушных, не будет тех, которые посередине. Будут либо радикально против, да, либо 100 процентов за. И вот как раз, вот в этот самый день, День Христов, когда церковь будет восхищена, и также в Евангелии от Луки 17 главе Иисус предупреждает, как будет во дни Лота. То есть не только как во дни Ноя, но также во дни Лота. А что было во дни Лота? Ангелы вывели Лота и его семью. То есть, смотрите, суд Божий не излился до тех пор, пока Лот не был выведен из Содома. Да. Как только он был выведен, сразу же, моментально, началось излияние суда. Вот. То есть это вот таким вот образом и будет. Как только церковь восхищена, в этот же самый день начинается суд Божий. Начинаются там эти трубы звучать, и там всякие вещи происходят, там падают кометы, извержения вулканов, землетрясения, эпидемии. Ну, то есть, в общем, начнутся все сценарии конца света вместе взятые. Вот, знаете, Гагарилт много всего наснимал, всяких фильмов о конце света. Но супергерои всегда спасали. Да. Понимаете, проблема в том, что сейчас там ни Капитан Америка не спасет, ни Железный Человек не спасет. То есть все вот эти сценарии, они будут вместе с огромной интенсивностью, и они все будут происходить. Да. Хотелось бы вас спросить. Да, дорогие друзья, я хотел просто напомнить, что мы сейчас ведем эфир с Сергеем Зуевым, это мой папа, он очень давно изучает тему последнего времени, также является доктором теологии. Я его знаю, сколько времени провел за изучением последнего времени, вот вообще всех событий, и даже с оригинала. Мы сейчас пытаемся вообще понять то, к чему, но мы хотим узнать, что будет. Мы передаем большой привет всем, кто нас смотрит. Вот я видел, что там Вета Леонова нас смотрит, это мой учитель английского языка, очень люблю ее. Большой привет всем нашим из Ноябрьска, все, кто пишет. Мы очень любим вас. Все, все, кто пишет. Позадавайте вопросами, мы, это все очень интересно. Пап, одно из самых вот таких, что я заметил, что люди, на что отреагировали, как раз таки на то, что ты сказал, что когда вот будет именно тот момент восхищения, когда придет Иисус, ты сказал, что будут люди, которым будет еще там какой-то шанс. Вот я заметил, ты можешь как-то на этом, может быть, чуть побольше сказать и как-то утвердить, что это именно так и будет? Потому что я вижу, что люди задают вопросы именно в этой церкви. Вопрос именно такой, вот те, кто холодный, те, кто сомневается, те, кто вот там где-то верят, в момент, когда придет Иисус, тогда, когда забирает церковь, перед самим пришествием всех этих вот плохих событий, будет ли им дан шанс? Как это поймут? Насколько, как это можно понять в Библии? Ну, еще раз я хочу напомнить пророчество Иаида, Иль 2 глава, у нас 26 стиха. Там сказано, что будет в последние дни, прямо там четко сказано, перед наступлением Дня Господня, Великого и Страшного, там сказано, что вот эти все знамения будут происходить, а до этого будет Дух Святой и зальется, там будут пророчествовать, видеть видение там и все остальное. То есть понятно, что это началось в момент Дня Пятидесятницы, но то, о чем, то, что мы можем видеть, Иисус говорит об определенном дне. Этот день будет ознаменован событиями. В Евангелии от Луки, 21 глава, он говорит о том, что это будет настолько грандиозно, что люди будут в шоке, они будут умирать просто от страха грядущих событий. То есть люди, которые не понимают, о чем идет речь, которые не знают Писание, и самое главное, что мы должны понимать, Бог совершенно справедливый, благой и любящий, то есть Он максимально сделал доступным для того, чтобы каждый человек был спасен. Он использует малейший шанс, чтобы вытащить человека. Еще раз пример с этим человеком-разбодником, который был на кресте, но вообще ничего не заслужил. То, что сделал, воскликнул, Господи, помяни меня. То, что я себе представляю, что будут оставлены на суд только те, которые сознательно отвергли благую весе спасения, которые избрали для себя, приняли решение, свободное решение, верить лжи, верить вот в эти вот вещи, которые там будут происходить. Люди, которые к этому времени, возможно, по слабости, возможно, из-за непонимания, может быть, на какой-то этапе они тоже были обольщены. Но когда этот день наступает, и Писание предупреждает нас, опять же, Иисус, Евангелие от Луки 21 главе об этом говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, то есть это не будет внезапно для нас. Те, которые знают Писание, те, которые знают Святой Дух, они будут ясно и четко понимать, о чем идет речь. Он говорит, когда вы все это увидите, Библия говорит, не знаете ни дня, ни часа. Да, мы не знаем ни дня, ни часа, до того момента. Но когда наступит этот день, Иисус говорит, вы увидите это, восклонитесь. То есть, иными словами, под гнетом скорбей, давлений, гонений, мы как бы будем немножко под таким грузом, мы наклонены, но когда мы все это увидим, мы должны восклониться. То есть, мы понимаем, все, наступил день, нашего избавления. Мы должны быть в радости, мы должны быть такие, знаете, воодушевленные и так далее. То есть, эти события не запугивают нас, а наоборот, приводят нас в состояние радости и такого энтузиазма, потому что Иисус нас забирает. И, соответственно, будут люди, которые, еще раз я хочу сказать, не важно, кто они там будут, по национальности, по своей религии. Здесь вот задали вопрос, что будет с мусульманами. Вот я хотел сказать, да, знаете, мусульмане, они верят в то, что Иса, это пророк. Да, кстати, да, да. То есть, они его не отвергают. Да. В школе с одним мусульманином я разговаривал, то он мне тоже рассказывал. Да. И если просто мы им говорим о том, что Иса, это тот, который взял грехи и он ваш спаситель, то однажды, вот, возможно, в тот самый момент, конечно, будет часть радикальных. Как мы знаем, есть вот такие сумасшедшие, такие гиловцы, там, и Аль-Каида, там, и все остальное. Но есть те, которые искренние люди. Я вот думаю, те, которые искренне ищут Бога, потому что даже сейчас, сегодня, Иисус открывается лично сам многим мусульманам. Почему? Потому что они, они, в принципе, верят. Они верят в книгу, они верят в то, что есть, так они называют, народ книги. То есть, израильский народ, это народ книги. И церковь христиане, это тоже народ книги. Поэтому они, как бы, так относятся, более-менее, с неким таким почтением к этому. Конечно, там другая есть фишка, что они должны там мечом насаждать свою религию и так далее. Но большинство мусульман, это просто люди, искренние, верящие в своего Бога, по своим понятиям. И, конечно, вот там у них есть такая для нас хорошая зацепка, что Иса пророк. Да. И если мы будем им говорить о том, что в вашем Коране есть Иса, Иса пророк, и что вы можете обратиться к нему, просто призвать его имя и понять, что он забрал ваши грехи на себя, что он является вашим спасителем. Я вот думаю, что будет много людей, которые в день Христов, тот самый день, когда будут вот эти все события грандиозные происходить, эти люди, они воскликнут Иисус, спаси меня. Они призовут имя Иисуса. И тогда я уверен, что там будет просто невероятный урожай, кратковременный, мощный, большой, но просто потому, что они призвали имя Иисуса. И когда вот этот человек в книге Откровения, друзья, Откровение 7, глава с 9 стиха, когда огромное количество предстало пред престолом Бога, и когда Иоанн спрашивает, кто это, ему сказали, это те, которые пришли от великой скорби, какие достижения они сделали, какие подвиги они совершили, чтобы попасть перед Божьим престолом. Ответ простой. Они омыли одежды свои в крови Агнца, убелили одежды свои через кровь Иисуса. То есть все, что они сделали, они поверили, что Иисус Спаситель и Его кровь омыла грехи. Все. Из-за этого они предстали перед престолом Бога. Вот поэтому я очень так оптимистично смотрю на будущее. Да, будет период непростой. Конечно, люди западного мира, христиане западного мира, которые привыкли к easy life, комфортной жизни, что все так хорошо и так далее. Для них сам момент о том, что им придется пройти через некие гонения, и даже ужасает тот факт о том, что они, кажется, купить ничего не смогут, а уж тем более, что там могут голову отрубить. Но, дорогие, я вам напомню, что пару лет назад по всем каналам показывали, как игиловцы отрубали головы христианам. То есть, это вот на наших глазах в наше время происходит. И, как бы, да, это просто, ну, это там где-то было в Сирии, там, в мусульманских странах. Ну, это происходит. Но Бог-то тоже этих людей любит. И тоже относится к ним с благодатью. Я имею в виду, христиан, которым отрубали головы. Поэтому я предполагаю, я верю на основании Писания, что церковь будет проходить, потому что она отвергнет притязание вот той личности. Но, но с другой стороны, понимаете, те люди, которые спасли свою шкуру, отвергнув Христа и поклонившись вот этому зверю, они думают, что, ну, все, они теперь спасли себя. На самом деле это будет на короткие месяцы. То есть, представляете, вот сама ужасна эта идея, да, это небольшое количество людей в этом мире, которые просто присягнут на верность, которые переступят через все, через свою совесть, они поклонятся, лишь бы спасти свою шкуренку, лишь бы только им боль какую-то не причинили. Но ужасно в том, что как только церковь будет восхищена, здесь такой ад начнется. Да. А еще, что более ужасно, Писание предупреждает, что эти люди, которые принимают начертания, они потом будут иметь вечное мучение. Поэтому, друзья, сразу хочу вас предупредить, не переживайте и не бойтесь, что вам какой-то хитростью поставят какой-то чип или еще что-то и так далее. Это будет сознательный выбор, это будет ясное, четкое решение, которое будет определять вашу вечность. Я вот сейчас хочу добавить к нашему разговору, что буквально недавно я смотрел подкаст Джо Рогана и Ивана Маска. Кто не знает, Иван Маск это мультимиллиардер, он запускает свои космические программы, у него значит очень много разных отраслей и работы бизнеса там и в электронной энергетике и солнечной панели, очень много разного чего. Одна из его компаний называется Neuralink и чем они занимаются? Они занимаются тем, что они соединяют человеческое создание с машиной, то есть буквально с... То есть получается вся идея того, что в современном мире буквально сейчас, не современном, не-не-не, сейчас уже разрабатываются супер, которые обладают искусственным интеллектом. Идея в том, чтобы создать суперкомпьютер, который будет... Не суперкомпьютер, а, скажем, создать свет-интеллект, который можно будет подключить к каждому человеку. Каждый человек, кто будет иметь на данный момент, вот Илон Маск говорит, то есть это не то, что я придумываю сейчас, это по факту. Это... Это... Это мультимиллиардер, который занимается самыми... На одной из самых больших платформ. Это не просто какие-то байки. Они говорят, что прямо сейчас может... Есть девайс, который... Они говорят, что это как такая капсула небольшая, это ее можно крутить в мозг. И с помощью там нейронов пока что такая технология. Они подключают конкретно к нейронам эти провода. Факт в том, что после этих манипуляций твой мозг напрямую соединен с этим искусственным интеллектом. И получается, что ты можешь дать информацию и так далее, но в то же самое время тебе могут дать информацию и программировать. То есть получается, что они... Они буквально говорят, что мы даже думаем систему разработать, благодаря которой человек может сохранить свою индивидуальность. То есть получается, что буквально будет какого-то рода подключение к машине, которая полностью всех сделает одинаковыми. И если люди будут думать, что они ко всей информации, они друг другом говорить не будут. Это все, что я говорю, это факт. Сейчас. Они говорят, что технологии позволят не общаться друг с другом, а передавать мысли и так далее, благодаря этих девайсам. И я думаю, реально, вот эти люди, которые примут эти вещи, они по факту перестанут быть людьми уже. Получается, что они даже если захотят, они не смогут, потому что они соединены с машиной напрямую. Представляешь, пап, вот я думаю, насколько это вообще, вот может быть, это что-то будет подобно вот именно этому верхушке людей, которые будут подсоединены к какому-то единому источнику, которые будут думать одинаково, которые будут мыслить одинаково, которые будут доступ ко всему, продать. Может быть, тебе даже не нужно, ты можешь в голове все это делать. То есть, насколько это реально? Идеи трансгуманизма, они сейчас очень так как бы развиты, и особенно Писание же нас предупреждает, это опять же второе послание Фессаленкинса, вторая глава, где послал Павел, говоря об этом человеке, который восянет в храме, там сказано, ибо тайна беззакония уже в действии. То есть, есть, ну будем так говорить, этот заговор определенный, да, группа людей столетиями, которые готовят почву, которые аккумулируют финансы, которые разрабатывают технологии, именно с целью такого, чтобы привести к власти вот эту некую личность. Да. И, соответственно, ну как я представляю себе, да, то есть, Писание говорит о тайне благочестия, что Бог явился в оплате. Поэтому вполне вероятно, что тайна беззакония, это дьявол, который явится в оплате. Что этот человек, это будет просто, ну как сказать, дьявол, который получит тело. И, соответственно, представьте себе, если там, допустим, какой-то там безвестный ефрейтор, просто получив некое, так сказать, помазание Антихриста, он влиял на миллионы людей. То представляете, что будет, когда реально это дьявол воплотиться в человека, и какое огромное действие обольщения будет. То есть, помимо технологий, помимо вот этих идей трансгуманизма, и вот этого, как ты говоришь, подключения к некой матрице, это техническая сторона, но будет еще духовная сторона, когда будет высвобождаться просто невероятное обольщение. И когда люди, ну то есть, еще раз, человек для себя должен принять решение. Я думаю, что мы, как христиане, уже сейчас должны для себя решить, что да, эти события грядут, да, будет не сладко. Это не будет долго по сравнению с грядущими событиями, по сравнению с вечностью. Если вы помните, апостол Павел в 2-м коринфянам 4-й главе, он сказал такую фразу, он говорит, эти легкие кратковременные страдания производят в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимые вещи, но на невидимые. Поэтому, знаете как, нам придется пройти некий экзамен. Ну то есть, мы в этом-то мире встречаемся с определенными экзаменами, мы переживаем, мы беспокоимся, кто-то ЕГЭ сдаёт, знаете, трясётся там о страхах, кто-то на Олимпийских играх выигрывает, тоже там преодолевает определенные трудности, поднимает эту штангу там и так далее. То есть, мы как люди, мы сдаём свой экзамен, мы как христиане. Да. Поэтому нам просто нужно понять, это экзамен. С другой стороны, нужно также понимать, что когда Бог видит нашу решимость, когда Он видит, что мы решили и мы будем верными и приняли решение быть верным до конца, Иисус предупреждает, это книга Откровения, 2 глава, есть 10 стих, Он говорит, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. То есть, до этого Он сказал, что дьявол будет вергать вас в темницу, там, то есть, бросать в тюрьмы, там и так далее. Но Он говорит, не бойся этого, ничего не бойся, просто не бойся. А почему нам не бояться? А когда мы принимаем решение быть верными, тогда наш любимый папочка, который печется о нас, который любит нас, он будет рядом с нами, он будет, знаете, как ребенок, который идет там где-то, по краю пропасти, образно говоря, но папа его всегда поддерживает. И вот Писание говорит, что когда нас постигает испытание, Бог верен, чтобы при этом испытании даст нам облегчение, чтобы мы могли перенести, что Он не позволит нам быть искушаемыми сверхсил. Поэтому хочу сразу сказать, друзья, ничего не бойтесь. Да. Не бойтесь, если вам придется преодолеть трудности. Я не забуду, несколько лет назад фотография этого сирийского парня, христианина, которого сзади руки связаны, и который уже фактически вот ему там одевают петлю на голову, чтобы повесить. И удивительно, у него радостное, счастливое лицо. Он, знаете, с задором таким на кого-то смотрит, кому-то там подмигивает, и сзади у него руки связаны, он кому-то показывает, вот типа там, окей. То есть человек, который в момент, казалось бы, ужаса, смерти, но я верю, что в этот момент такая благодать будет сходить, что люди просто с радостью, они даже, может быть, боль не будут чувствовать, потому что, что вызывало изумление, когда собирались вот эти толпы римлян смотреть на казнь христиан. Почему они потом становились христианами? Потому что они видели, что вот эти вот люди, на которых там львов спускали, которых разрывали в клочья, которых там прибивали ко крестам, в этот момент они с радостью пели, они восхваляли Бога, у них не было ни грамма страха. Поэтому я уверен, что будет сходить такая благодать, что мы через все это пройдем, и это не будет каким-то сложно, не будет чем-то таким ужасным. Потому что Бог оценит наше решение и нашу верность. К сожалению, тем людям, которые смолодушничают, которые, как в Откровении также в 21 главе сказано, или 22 даже, что боязливым и неверным участь в озере горящего огня. Вот это печально, друзья. Не хотелось бы, чтобы мы где-то смолодушничали, как вот сейчас, буквально несколько дней назад, мы праздновали День Победы, показывали много военных фильмов. И вот как раз там показывали тех людей, которые из-за боязни за свою жизнь, за свою шкуреночку, они предавали, они там как бы вот шли на компромисс, они убивали своих животных, с тем, которых они были в отряде, они их подставляли. Но самое удивительное, что их потом же и убивали буквально через несколько дней. То есть они все равно не спасли себя. Это будет примерно то же самое. Люди будут отрекаться от Бога, поклоняться этому зверю, думая таким образом, что они спасли свою жизнь, и это будет печально, что они так глубоко заблуждаются. Хорошо. У нас не так много времени осталось. Я думаю, нам либо сейчас как-то заканчивается, может быть, еще эфир начать. Не знаю, может быть, мы пока будем говорить, напишите, что вы думаете по этому поводу. У меня вот такой вопрос. Смотри, пап. Мне для самого лично, для себя это интересно. Нужно ли христианам, которые, зная, что вот это может произойти довольно-таки скоро, вообще вот это ближайшее десятилетие для меня, вот 2020 до 2030, оно, мне кажется, будет очень интересно, фундаментальным, решающим и определяющим в нашей жизни. И у меня такой вопрос. Стоит ли христианам, например, учитывая, что мы не сможем покупать, продавать, делать транзакции, такие-таки вещи, стоит ли нам подготавливаться, стоит ли нам, например, учиться, как взращивать продукты, учиться как-то брать это под свой контроль, какие-то, может быть, меры безопасности, объединяться в какие-то объединения, в какие-нибудь, может быть, да, там, мужики, например, здесь мужики, что говоришь? Ибутс, есть такие, в Израиле, такие, как бы, типа колхозик такой небольшой свой. Ну, может, как бы, такие ячейки, которые, знаешь, которые могут друг друга поддерживать. Как думаешь, нужно ли христианам это делать сейчас? Ну, во-первых, нужно понимать, что степень интенсивности вот этих вот событий, она будет в разных странах по-разному. Да. Поэтому нельзя сказать вот для всех единое правило. Потому что кто-то, может быть, просто на него будут косо смотреть. Образно говоря, где-нибудь там в Австралии, да, ну, просто, что вот он не попал под систему, ну, будут такой, ну, как в советское время, допустим, на христиан смотрели, ах, эти сектанты, там, и все остальное, да, кого-то садили в тюрьму. А в других местах очень жестко будет все это преследоваться. Где-то будут продолжать себе спокойно жить и, ну, как бы, участвовать в экономике, питаться там и все остальное. Где-то будут умирать от голода. Но то, во что я верю, на самом деле, я даже неправильно сказал, они будут просто исключены из системы, но в этот момент я уверен, что будет действовать сверхъестественное божественное обеспечение. То, допустим, предупреждал Давид, он говорит, что я был молод и состарился, и я не видел праведника голодным и его детей, там, нуждающимся в хлебе. Ну, к примеру. То есть, я верю, что будет сверхъестественное обеспечение. Как это было обеспечение, когда Илья находился там в пустыне, и ему там в течение многих дней вороны приносили, шашлык и хлеб и все там такое. То есть, для Бога это не проблема. Если мы остаемся верными, если даже в Сидрах, Месах и Авдинага бескомпромиссно были брошены в печь, не пошли на компромисс, но они были обеспечены тем, что они остались там живы, и огонь не прикоснулся к ним. Таким же образом, я уверен, что это будет происходить и с верующими людьми. Поэтому рассчитывать просто естественным образом тут не знаю. Я думаю, что самый лучший вариант это все-таки быть открытым для Бога и доверять Господу как источнику мудрости и жизни, здоровья, обеспечения и делать то, что Бог говорит. И если кому-то Господь скажет, уезжай в деревню, жили там, окей. А если кому-то нужно просто будет пройти через вот эти горнила страданий и стать мучеником, слава Богу. То есть, в этом отношении, друзья, я бы не сказал, что есть какие-то четкие правила для всей церкви. Четкое правило одно, друзья, знайте, что эти события будут, готовьтесь к ним морально и принимайте для себя решение остаться верным, верным даже до смерти. Тогда получим венец жизни. Вот, я думаю, вот это самое главное правило. Самое главное, друзья, все будет хорошо. Эти легкие кратковременные страдания мы пройдем, потом мы с вами получим квалификацию для того, чтобы быть в тысячелетнем царстве, а потом вообще наступит вечность. Так что вот эти все мелкие происшествия мы с вами очень быстро забудем и для нас это будет казаться это там где-то как-то во сне мельком проходило. на самом деле это не что-то такое ужасное, грандиозное, страшное там и так далее. То есть это все забудется очень быстро, потому что впереди невероятная, потрясающая слава Божья. Так что на это нужно смотреть и к этому нужно готовиться. Аминь. Я все время напоминаю прямой эфир сейчас пастором Сергеем Зуевым, который также является моим папой, также А.К.А. Он является дедом Таффи Ики. И папой моим. Пастор Сергея Города Ябруск Старший и, конечно же, доктор теологии, что сейчас нас это особенно интересует, что мы разбираем последнее время с позиции писания. Мы тут стараемся не обсуждать конспирологические разные теории, мы стараемся обсудить конкретно, что написано, как мы это толкуем, что мы видим на данный момент и так далее, и так далее. То есть я думаю, что все вопросы про 5G, про все вот эти новые технологии, про все эти современные теории, заговоры и так далее, я думаю, вот что. Мы никто ничего не знаем. Сказать однозначно, что что-то вредит, что-то не вредит, мы не можем сказать. Вот что я знаю насчет 5G, что эту же волну используют на военных, как бы, это военная волна в России, она даже, что у нас 5G, возможно, не будет в России, потому что у нас это война военных, и поэтому я не знаю, какие там регулируют, но тем не менее, да, это очень сильное волновое действие, которым, я знаю, можно даже вороны разгонять, 5G, можно там какие-то... Как она влияет на человека, я не знаю. Я также не говорю, что это что-то влияет, как-то портит, я не знаю ничего. Я думаю, что лучше посвятить все-таки время именно изучению Библии, именно то, как мы видим, что Библия говорит, потому что мы не знаем, и мы никогда не узнаем по факту. Если мы не те, кто принимает решения, мы не узнаем. Поэтому я считаю, лучше именно говорить по Библии. Пожалуйста, давайте вопросы уже по Библии, мы постараемся им ответить все это. Окей, как вы познакомились с мужем? Дорогие, это я потом сам отвечу. Вот интересный вопрос. Я бы хотел уточнить, что я не являюсь доктором теологии, ну как сказать, я почетный доктор богословия. Немножко есть разница, кто понимает, о чем идет речь. Поэтому я не ученый теолог, в том плане, что я там сижу и докторские диссертации защищал. То есть мы в определенный момент времени сдали, так сказать, свои там, образно говоря, были требования, которые мы выполнили для того, чтобы получить степень. И мы вместе с пастором Артуром Симоньян, мы вместе с ним подавали вот эти все документы, все там определенные условия, требования, то, что в вопросе нашей деятельности, научных каких-то там трудов или там проповедей, вещаний и так далее. Вот. И тогда Калифорнийский университет теологический, он как бы удостоил нас вот этой степени доктора, почетного доктора богословия. Вот. Чтобы было понятно, да, то есть есть разница между доктором теологии, который учится, 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 и таким образом поступает, а есть те, которые доходят к этому через практический опыт служения. Вот. В этом большая разница. Ну, здорово. Так, и вот там был какой-то вопрос, я его пропустил. Посмотри, да и пожалуйста, что там. Там уже интересный вопрос, но я думаю, что про мечети был вопрос, что на месте, там, где должен построиться храм, вот вопрос сейчас должны видеть вы, вот можешь прочитать, что пастор, на месте храма стоит мечеть Алакс, какой-то Алакс, это второй... Да, да, на месте, на месте храма стоит, вернее так, мы будем говорить, не на месте храма, это очень важный момент, потому что точное место храма до сих пор не знают, то есть это примерно там есть определенная площадь, так называемая храмовая гора, часть из которой занимает мечеть, купол скалы, так называемая, вот это вторая по величине святыня в мусульманском мире, первая, это камень, где у них там, в общем, где-то там в Саудовской Аравии, да, это Кааба или как-то там, это Мекка, в общем, все знают понятие Мекка, понятное дело, что вторая по величине святыня в мусульманском мире, ее, ну, фактически нельзя будет там уничтожить, убрать и разрушить без огромного яростного сопротивления, поэтому, по моему мнению, ее трогать не будут, но если вы смотрите на карту сверху, то прямо рядом, прямо за стеной от мечети купола скалы есть большая территория, она примерно где-то там, я не помню точно, если мне не изменять память, около 60 гектаров, есть территория, прямо рядом, она все еще находится на Храмовой горе, и там какие-то незначительные постройки, там какой-то парк, там какие-то деревья, и вполне возможно, я не берусь это гарантировать, но вполне возможно, что вот, когда заключат договор, и причем об этом говорит и из-за книги Откровения, по-моему, одиннадцатая глава, где сказано, что нужно измерить этот храм, и что это будет касаться только как бы самого храма и святилища, а внешний двор, он говорит, не исчисляй, потому что он отдан язычникам, ух ты, поэтому скорее всего, там будет как раз вот эта территория, которая, образно говоря, прямо за забором будет эта мечеть, а храм будет там построен, это мои предположения, друзья, я не говорю, что это вот на 100% так, но как бы вот на сегодняшний день это выглядит примерно таким образом, что им, я, конечно, не знаю, какие события уж должны произойти, чтобы сломать сопротивление исламского мира, чтобы даже вот на эти условия пойти, но тем не менее, это произойдет, и вот когда это произойдет, тогда вы знаете, что начался обратный отсчет, говорить о том, я слышал сейчас много таких заявлений всяких там и предположений о том, что там в 23-м году закончится все, там в 27-м году там все начнется, знаете, вот мы пока не можем строить именно таких предположений, очень часто авторы говорят, вернее, те, которые говорят такие предположения, они ссылаются на то, что в 48-м году образовалось государство Израиль, и тогда дальше они говорят так, ну так как поколение это 70-80 лет, ну типа считайте, да, то есть мы приходим тогда к 2018-му, к 2028 году, вот типа тогда все и закончится, здесь они строят свои убеждения на неверном фундаменте, потому что поколение человеческое, оно не определено как 70-80 лет, потому что 70-80, это взятое в одном месте Писания, это единственное место Писания, которое говорит об этом, это Псалом 89, песнь Моисея, так называемая, молитва Моисея Человека Божьего, это он говорит о тех израильтянах, которые остались находиться в пустыне, и рука Божья была над ними, чтобы они там быстрее умерли, да, да, поэтому 70-80 лет это не поколение, не пределы человеческой жизни, в бытие, в 6 главе, Господь сказал, мне их пусть будет 120 лет, и вы видите, разбег от 40 до 50 лет, да, если брать, допустим, такое, что вот 80 лет, и значит, в 20-м году все закончится, да, может быть, а может быть, еще плюс 40 лет, мы не знаем, я думаю, друзья, как только, еще раз я хочу это обозначить, самая ясная точка отсчета для нас с вами будет именно момент, когда заключается этот договор, позволяющий Израилю построить третий храм, вот тогда все понятно, через 3,5 года откроется этот человек, которого мы называем антихрист, или человек греха, сын погибели, через какие-то очень короткие дни начинается гонение, гонения прерываются тем, что будет восхищение церкви, и вот именно этот момент о нем говорит Иисус, что мы не знаем ни дня, ни часа, но здесь есть одна хитрость, дело в том, что все значимые события в истории церкви, они происходили на, как мы называем, еврейские праздники, на самом деле они не еврейские, они библейские праздники, то есть Иисус умер и воскрес на праздник Пасхи, и также воскресенье произошло на так называемый праздник первых плодов, потому что вместе с ним также некоторые святые воскресны, Дух Святой был излит на еврейский или библейский день Пятидесятницы, и далее, то есть ряд праздников, они как бы свое пророческое событие уже исполнили, но есть очень интересный праздник, который называется Йом Труа, то есть есть Рош-Ашана, это праздник Нового Года, и примерно в это же время праздник Труп, так вот праздник Труп это единственный день, единственный праздник, который нельзя определить или вычислить сегодня, то есть образно говоря, его определяет только в тот момент, когда именно в этот вечер всходит там Луна, именно полнолуния, и вот тогда звучат эти Трубы, объявляющие начало этого праздника, поэтому можно сказать, как бы есть косвенный такой признак, что вот этот день, он произойдет на Йом Труа, праздник Труп, потому что вострубит, мертвые воскреснут, мы изменимся там, и так далее, то есть вот этот момент можно прикинуть, что возможно где-то эти события будут происходить во время праздника Труп, потому что после этого начинается, значит, день суда так называемый Йом Кипур, то есть день, когда там происходят суды, там, и народ израильский себя судит, и все практически события, катастрофы и так далее, они почему-то происходили именно на Йом Кипур, вот, удивительно, а после этого начинается праздник Ущий, и вот если так посмотреть, что происходит, смотрите, начинается, как бы, Рош Ашана, Новый Год, то есть как бы новая эпоха, звучат трубы, и трубы прозвучат только тогда, когда взойдет Луна, поэтому неизвестно именно в этот день произойдет, или в этот день, или в этот час, неизвестно, не знаете дня и часа, вот, с другой стороны, когда вы все это увидите, знайте, что избавление вашей близко, потом, соответственно, когда Церковь восхищается при звуке трубы, начинается суд, суд заканчивается тем, что наступает тысячелетнее царство Христа, и начинается праздник Кущей, то есть вот то самое миллениум, то самое тысячелетнее царство, о котором, если есть желание, мы чуть попозже можем поговорить, но вот есть эти косвенные такие признаки, что мы можем все-таки, это не то, что вот, человек живет, живет обычной жизнью, раз и восхищение произошло, то есть мы будем видеть, мы будем ожидать, и это будет понятно для нас, когда храм построен, когда через три с половиной года открывается эта личность, и когда будут эти гонения, мы будем наблюдать, как только на солнце и луной происходят какие-то события, вот тогда все четко понятно, все, это день. тут у нас очень много вопросов спрашивают, я бы хотел, может быть, сразу несколько обозначить вопросов, тут к нам пришло... У меня написано, тут вы почитаете в субботу. Да, можно я про другой вопрос сейчас скажу, там люди пишут, там очень многие люди спрашивают, а что будет с 50, точнее, что будет с еговистами, что будет с православными, что будет с теми, с теми, с теми, я думаю, пап, что, ты поправь меня, если не так, я думаю, что с ними будет такая же история, что когда в момент Х все, кто хоть как-то думали о Боге, которые хоть как-то тянулись к нему, им будет дана возможность в этот момент решить, то есть это будет неважно, мусульманин, это будет 50-ник, это будет харизмат, это будет еговист, неважно кто, все это будут почувствовать и в этот момент смог сделать решение, правильно или нет? Я думаю, что здесь это вот именно основной вопрос, всякий, кто призовет имя, Господне спасется. То есть, всем эти вопросы есть. Это речь как раз, да, еще раз скажи. Мы не берем в расчет деноминацию, там, религию, там, деноминация, она вообще никаким образом не определяет. То есть, неважно, человек православный, католик, протестант, евангельского направления, да, допустим, здесь такая поправочка, нас порой называют протестантами. Реальность в том, что баптисты, пятидесятники и харизматического направления, или там, движение веры, или речники, как бы ни было, они не относятся к протестантам, они относятся к евангельскому направлению. То есть, мы евангельская церковь. Что это значит? Мы не протестовали против католиков, но мы берем свои корни и основы в Евангелии. Вот в этом принципиальная разница. Но, тем не менее, все христиане любых направлений, у них есть общий фундамент. они верят в Отца, Сына, Святого Духа. Они верят, что Иисус это Божий Сын, Спаситель человечества. Если человек искренен, понимаете, даже во время Иисуса были фарисеи, для которых важно было форма, и Иисус говорит, вы гробы окрашены. Да. Но были фарисеи, которые искренне искали Царство Божие, как Никодим, например. Интересно. Поэтому есть люди, которые искренне ищущие, католики, православные, кто бы то ни было. Среди мусульман есть много людей, которые искренне ищут Бога. Но я верю, что Господь будет открываться этим людям. То есть, всякий, кто ищет, находит. Всякий, кто стучится, ему отворят. И просящий получает. Поэтому я уверен, что если люди, которые искренне с Богом, они обязательно, вне зависимости от их религии и вероисповедания и так далее, Иисус им откроют, и они поймут, они призовут его имя. Супер. Вот, я думаю, тогда это был ответ на многие вопросы, которые нам здесь задают. А теперь, давай ответим тогда на вопрос, вообще, честно говоря, немножко не по теме, тоже вопрос, потому что мы тут стараемся говорить про последнее время, что будет с церковью, что будет с нами лично, какие у нас есть возможности. Поэтому про субботу, наверное, это не по теме. Но мне ради интереса, как ты ответишь на этот вопрос. Мне тоже это интересно. Но, видите, у нас есть проблема в том, что мы шестой день недели назвали субботой, и из-за этого начались проблемы. Еще раз. Дело в том, что суббота, суббота, это не просто название дня недели, в которой мы обязательно должны что-то там делать. Суббота, буквально, это шаббат. Шаббат, это день покоя. Это как праздник такой, своего рода. Это просто день покоя, да, это седьмой день, шесть дней труди, седьмой день отдыхай. И проводи время с семьей, с Богом, там и так далее. Вот, поэтому Бог не призывает нас зацикливаться на календарной субботе. Да. Но, с другой стороны, понятно, что очень хорошо, когда один раз в неделю хотя бы человек оставляет все свои дела, и, соответственно, он берет время, чтобы быть в церкви, быть в собрании, поклоняться Господу. Это хорошо и правильно. Допустим, для евреев у них седьмой день недели, это был шаббат. То есть, то, что мы называем субботом. У нас седьмой день недели называется воскресенье. Ну и в том и в другом случае это седьмой день, который день покоя, который отделен от работы, который выделен для того, чтобы... Что значит святой день? Что значит осветить? Освещенный это означает отделенный для Бога. Да. Вот значение святого. Если мы отделяем седьмой день для поклонения Господу, значит, это освещенный день, и назовите как угодно его, там, суббота, шаббат, воскресенье, что бы то ни было, это все равно является тем самым днем покоя, о котором говорят писатели. Вот и все. С другой стороны, в Новом Завете это не является чем-то таким важным, принципиальным, как это было для евреев, которые заключили договор с Богом на основании закона Моисея. Давайте не путать эти вещи. То есть, это был договор. Это были определенные условия, которые должны были выполнять израильский народ. Мы на других условиях в договоре. Напомню вам, Новый Завет это новый договор, причем договор между Богом Отцом и Сыном. Они вступили в отношение Завета. А так как мы вошли в тело Христова, соответственно, мы таким образом вошли в отношение Завета. И апостол Павел много раз об этом говорит, что кто-то считает дни, ну и хорошо, для Господа считает, кто-то не считает, ну и ладно. То есть, мы умерли для всех вот этих праздников и всего остального. Они не играют для нас принципиальной роли. Мы их используем только для того, чтобы на самом деле брать время, быть с Богом, быть с семьей, поклоняться, радоваться, еще раз прославлять Бога за определенные события, которые произошли. Но в самих этих праздниках нет ритуала святости, как это приписывают традиционные религии. Вот иначе. Значит, тут нас еще очень интересуют вопросы, значит, я вижу, что спрашивают, во-первых, где можно посмотреть пап, твои проповеди? Я думаю, ответ это YouTube, да, пишете Сергей Зуев. Ну, да, я думаю, что самый оптимальный, либо подписаться на наш канал, в YouTube «Земля изобилия». Так называется «Земля изобилия». И там есть много наших семинаров, но не только моих и Натальи, моей жены. Там есть также и церковные собрания, но там есть много семинаров. И там есть также и гости наши, которые приезжали к нам в церковь. Есть также много, где я проповедовал в разных церквях, они также выставляли это на YouTube. Можно просто забить Сергея Зуев. и там будут какие-то там проповеди и так далее. Ну и, конечно, подписывайтесь на Instagram. Тоже, вы сейчас можете видеть, папа сейчас через его Instagram. Я думаю, вы на него можете подписаться, там задавать вопросы, в личке, может быть, он вам ответит. Поэтому, я думаю, что это тоже один из таких хороших платформ. Значит, смотри, пап, тут очень многих, я не буду конкретно вопрос выделять, конкретно, где-то около пяти вопросов я вижу вот в нашем боксе, что про тысячелетнее царство. Давай мне тоже очень интересно поговорим. Сейчас я постараюсь как-то для зрителей и для себя лично резюмировать то, о чем мы говорили, то, как будет происходить событие. То есть, по факту мы что имеем? Сейчас 2020 начались какие-то абсолютно непонятные происшествия и события, которые очень многих людей интересуют, к чему это все приведет. Многие считают, что это уже конец света, что Иисус придет вот-вот-вот-вот-вот-вот. Что мы видим из Библии на данный момент? Что до тех пор, пока не будет заключен в Иерусалиме договор с мусульманами, что там будет построен именно тот храм, который потом должен будет войти антихрист, так скажем, что до этого момента мы знаем, что Иисус не придет. Так ли это? Да, я напоминаю, второе послание Фессалоникийцам, чтобы вы точно были уверены, что это описание не просто на ее мнении. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Апостол Павел пишет послание и направляет это тем людям, которые обеспокоены, потому что к ним пришли какие-то там сплетни, какие-то идеи. И типа уже все это произошло, вот они там в панике, неужели мы оставлены там? Да, да. Не переживайте. Те вещи, о которых ты говорил, что вот пророки, которые писали, что они уже произошли еще до того, как получается, ну да, вот поэтому вот это актуально, то, что ты сейчас говоришь как раз таки. Да. Он говорит, смотрите, говорит, этот день, и он говорит, день Христов и наше собрание к нему. Да. Смотрите, есть разница между понятием день Господень. Да. День Господень, это, во-первых, начинается с того, что идут суды над нечестивым человечеством, да, и потом это день Господень, это тысячелетнее царство Мессии. День Христов, это один день, календарный один день. Это тот день, когда Иисус забирает свою церковь, собрание к нему, мы собираемся ко Христу. Иисус приходит за своей невестой. И это день Христов. Это называется день Христов. Так вот, если вы посмотрите, где-то примерно семь или восемь раз в Новом Завете есть понятие день Христов. И оно всегда связано так или иначе именно с тем, что церковь забирается. Теперь, смотрите, апостол Павел говорит, не обольщайтесь, не будьте обмануты, не предавайтесь этим там слухам, потому что он говорит, этот день не придет доколе, то есть до тех пор, пока прежде не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели, который восягнет в раме. То есть понятно, что сначала в результате определенных событий должно прийти отступление, то, о чем мы говорили. Да. То есть будут там вот эти все моменты скорби, притеснения, отступничества там и всего остального. То есть люди будут для себя принимать решения в нелегких условиях. Вот поэтому очень важно, чтобы мы сейчас были к этому готовы и сейчас для себя уже решили, что бы не произошло, я остаюсь верным Господу. Это первый момент. Второй момент, там сказано, этот день восхищения церкви и собрания к нему не придет, доколе прежде в храме не восядет этот человек. То есть это значит, что церковь будет находиться на этой земле. Окей. И соответственно, мы как церковь увидим то, что дано разрешение на строительство храма. Да. Процесс строительства, то есть все три с половиной года мы будем это наблюдать. Мы будем видеть, как идет восхождение вот этого всего, да, и кульминацией будет то, что он объявит себя Богом. То есть мы как церковь будем находиться здесь. Потом будет высвобождаться так называемая Великая скорбь или гонение, и они прерываются Богом, когда он забирает свою церковь. Иисус приходит, все эти знамения, там часть людей, они просто в ужасе и в страхе, горы и холмы, попадите на нас, потому что они понимают, что произошло. Но они сделали для себя выбор. Они приняли решение. Другая часть человечества, которая использует свой последний шанс, произвести имя Господне, и миллиарды людей, они просто забираются от земли, они пристают перед Богом. В этот момент происходит такое понятие. Номер один, это суд Христов. Да. Там уже на небе. Суд Христов, это не вечный суд, не путайте. Да. Когда Библия говорит суд Христов, это можно сравнить, знаете, с чем? Это как церемония вручения Оскар, к примеру, или награды на Олимпиаде. То есть люди сражались, 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 и потом раз кто-то там взял первое место, второе место, третье место, и вот церемония награждения. И ряд спортсменов сидят, потому что они не взяли призовые места. Но они участвуют в Олимпиаде, они там, все нормально. То есть, и это будет то же самое, это не суд, там не будут провозглашаться грехи наши, ошибки наши, несовершенства наши, это все мы-то кровью Христовой. Но там просто будет награда, вручаться награды за то, что человек сделал в своем теле. Если что-то сделал худое, значит он не получает награду, его дела сгорают. Сделал что-то в глазах Бога ценное и важное, он получает награду. То есть, это церемония награждения. Я думаю, что это будет хорошее событие, оно будет радостное. Кто-то может погустить немножко, что не получил этой награды, но тем не менее, это все равно будет такое, хорошее событие. И после этого брак Агнца, то есть официальная церемония бракосочетания Христа и своей церкви. Потом, говори. Да, я просто хочу сейчас, чтобы мы люди, которые сейчас подключаются, получаются, чтобы они понимали именно хронологию событий. Я хочу, чтобы люди выстроили у себя четкое понимание хронологии событий, как мы развиваемся сейчас. И вот сейчас хочу суммировать. И, во-первых, опять же, хочу поприветствовать. Многие люди сейчас тут подключаются к нам. Очень многие приветствуют. Мы всех приветствуем. Спасибо, что смотрите. Пишите ваши комментарии, вопросы. Мы постараемся на как можно больше ответить. Напоминаю, что мы говорим про последнее время и про Писание, что об этом говорит Библия. Вот на данный момент получается ситуация такая, следующая. Сейчас у нас, опять же, 2020. Начались происходить события, которые раньше не происходили. То есть там рынки экстра высокие какие-то оценки. Там какие-то события супервысокие оценки. То есть век рекордов. Не век точнее, а как будто год рекордов пошел. Никогда не было. Для меня это как будто бы, не знаю, лично я это чувствую, как будто схватки начались какого-то рода. Как будто бы процесс уже очень близкий. Вот именно к чему это происходит. Но зная Библию, зная Божьи масштабы, у него может там один день, как ты, трудно что-то сказать. Но что мы знаем? Это будет скоро. Мы, как церковь, не будем взяты до тех пор, пока не будет построен храм. Пока туда не придет антихрист. Как только это произойдет, мы будем взяты в ближайшее время с этой земли. И в этот же момент будет взяты также множество людей, которые были либо холодные, либо других динаминаций, либо благо-благо. То есть у них у всех будет какой-то момент, что они смогут покаяться и будет большой-большой-большой плод в этот момент. Большое изобилие плода и урожаи собрано в виде человеческих душ. В этот момент мы попадаем на суд Христов, где уже не то, что суд, мы решаем на небо или в ад, а где мы решаем кто что сделал по факту и где будут уже какие-то награды и решения, как ты проведешь тысячелетнее царство. Правильно? Да. На этом моменте остановимся. Что будет дальше после этого? Церковь взята, у нас пир, все хорошо, на земле происходит три с половиной года гонений. И не гонений, точнее, а... Правильно? Да, вот смотрите, я хотел бы уточнить этот момент. Значит, от момента, когда поставлена мерзость запустения и когда человек греха открывается, Библия говорит, это об этом говорит Даниил, он говорит о 1260 дней, Библия говорит в книге Откровения, там сказано 42 месяца или три с половиной года. То есть, вот этот момент очень важно понимать, друзья, что дана власть на 42 месяца, то есть, все, насколько Бог допустит вот этого человека, так сказать, властвовать и там беспредельничать, это всего-навсего три с половиной года. Это вторая половина седьмины, которая делится на первую часть, это Великая Скорбь, не знаем, сколько она там занимает времени, и Церковь восхищается, и оставшееся время, все это укладывается, смотрите, Великая Скорбь, Церковь забирается, и потом начинается излияние судов Божьих, вот это все вместе, это всего три с половиной года. И в конце этого периода Иисус уже вместе со Своей Церковью, Откровение 19 глава, сказано, что и Он, как Слово Божье, на белом коне, и также воинство на белых конях, одетые в белые одежды, это не ангелы, потому что сказано, что вот эта белая одежда, это праведность святых, поэтому это Иисус уже вместе с нами, как со Своей Церковью, Он возвращается физическим образом на эту планету Земля. И Захарий об этом говорит, и книга Откровения, первая глава говорит о том, что Его ноги станут на горе Илеонской. И что Он одним словом Он разбирается со всей этой огромной армией Антихриста, этот Армагеддон, где собрано там миллионы людей будут, но буквально одно Его слово и все, там все эти уже пророки, Антихристы, они связаны, уничтожены, и все. В этот момент Иисус устанавливает свое физическое царствование на планете Земля. Происходит суд над народами, Матфея 25 глава, когда здесь тоже будет очень важный такой интересный момент, потому что часть народов, они будут введены в тысячелетнее царство Мессии, не будучи рожденными свыше, не будучи церковью. Можно я это проясню? Получается, вот о чем сейчас ты говоришь, скажем, на Земле сейчас порядка семи с половиной миллиардов людей, большое количество, там, эндое число, да, не знаю, ну скажем, ну допустим, три с половиной миллиарда Господь забирает с собой, то есть большой урожай, три с половиной, скажем, это я все с головы беру, нет никаких реальных подсчетов, это мое, ну просто мнение, остается некое число людей, скажем, три с половиной миллиарда, тоже очень много людей, им как-то объясняется, чтобы было взято огромное количество людей, может быть, это были неугодные, может быть, инопланетяне забрали, разные объяснения у людей есть, тем не менее, 100% инопланетяне прилетели и забрали, там, этих хейтеров, все остальное, тем, кто были неугодные, все угодно придумают, как раз странненьких, наверное, которые, типа, вот сопротивлялись, сопротивлялись, вот их и забрали, наверное, сейчас мы заживем, скорее всего, как-то так это будет преподнесено, потому что, когда скажут мир и безопасность, в этот же момент начинается у них там, настигнет их пагуба, как говорит апостол Павел. Окей, хорошо, через буквально три с половиной года после этого времени Иисус вместе с нами, то есть те войны, о которых ты говоришь, это тоже люди, которые, мы, грубо говоря, люди, которые делали что-то для Христа во время своей жизни, которые не боялись там за свою шкуру, а реально делали этот момент, то есть был период времени, они работали для Христа, может кто-то из них погиб, из-за того, что его убили. Тем не менее, все эти люди, это мы с вами, а не мы, возвращаемся с Иисусом на гору Илеонскую для последней битвы, после чего Иисус становится царем физическим, грубо говоря, и все, возвращается царем всего мира, и после тысячелетнего царства, где мы, христиане, также будем в этих структурах мы будем... Давай, расскажи лучше ты про это, как ты это видишь? Да, ну, смотрите, значит, книга Откровения, 20 глава, то есть 19 глава говорит о событиях Армагеддона, когда Иисус вместе с церковью возвращается, когда он просто одним словом убивает этого антихриста, и там пророк Захария говорит, что будет очень такое удивительное истребление в этот момент, но пророк Захария говорит, и в этот день Господь будет царем над всей землей. Книга Откровения, 20 глава говорит о том, что произойдет первое воскресение, и, соответственно, после этого воскресения те, которые принимают участие, написано, блажен и свят, принимающие участие в воскресенье первом, они ожили, и они будут царствовать со Христом тысячу лет. Таким образом, получается, произойдет смена элиты. Допустим, сейчас на земле действует вавилонская система. Помните, в книге Даниила он видел этого истукана. Там часть золотая голова, там далее, 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 и так далее. Это все представляет собой формы власти. Да. Монархия, республика, демократия, там и так далее, и так далее, но все это принадлежит к вавилонской системе, то есть к этому истукану, который будет уничтожен камнем, который оторвался от скалы, и этот камень вырос и наполнил всю свою землю. Да. Это говорит о том, что сейчас, допустим, есть разные формы правления, но есть эта элита правящая, которая в большинстве с... так сказать, к управлению. Поэтому, так или иначе, христиане в основном своем, они где-то там на задворках. Что произойдет? И почему, друзья, так важно что-то сейчас, ну, будем так говорить, быть верными и послушными тому, что Господь нам доверяет? Потому что у многих пришла такая идея. Ну, я по благодати спасен. Да, да, все хорошо. Ну, я спасен и спасен. Делаю я, не делаю я же спасен, умру, попаду на небо, ну и все. То есть, люди не понимают о том, что здесь, на земле, мы проходим школу подготовки кадров. Что сейчас мы получаем определенную квалификацию. Почему нужно ходить в вере? Почему упражняться во власти? Почему нужно вырабатывать характер Христа? То есть, друзья, смотрите, чтобы человек попал в структуры власти сегодня, да, допустим, у нас есть такая школа президентских кадров, или там, я не помню, как это называется буквально, то есть, ну, каким-то образом готовят людей, молодых людей для того, чтобы они вошли в управляющий состав. И вот они там тренируются, их учат, обучают, они приходят определенные тесты там и все остальное. Для какой цели? А чтобы войти во власть на 4 года, максимум на 8 лет. Многие из них, они там через взятки, через хитрости, через то, что расталкивают локтями, через коррупцию, они добираются до этой позиции, чтобы немножко повластвовать. Понимаете, что с нами происходит? Господь тренирует нас и обучает нас, чтобы дать вам квалификацию быть в управлении, в тысячелетнем правлении Христа. И вот здесь как раз срабатывают очень важные моменты, когда вы читаете, допустим, помните притча о 10 минах? Господь говорит, что он отдал эти мины, когда он вернулся, один говорит, вот тебе 10 мин, что Иисус говорит, я дам тебе, ты верный в малом, поставлю тебя над ноги, возьми в управление 10 городов, другому 5. Другой ничего не получил, и оказался на задворках. Это не просто отвлеченная какая-то идея, понимаете, Иисус буквально объясняет, что будет происходить, что когда мы верны в том, что Бог нам дает сейчас, когда мы верны в том, чтобы делать то, что Он нам говорит, и проходим через испытания трудности, мы вырабатываем навыки, мы проходим определенные экзамены, и Господь смотрит на нас, Он видит, что этому можно доверить целую территорию, этого можно поставить над континентом, этого над областью, этого над городом, этого над подъездом, а этого, в лучшем случае, над подвалом. Поэтому здесь очень важный момент, друзья, что мы сейчас делаем в нашем теле сегодня, определяет наше положение или наше служение, так сказать, в течение тысячи лет на этой земле, физически, в новых прославленных телах, совершенно других свойствах, это само по себе изумительно, и я даже не представляю, насколько круто будет тысячелетнее царство, представляете, нет войн, нет болезней, нет каких-то вот этих проблем и так далее. То есть, весь прогресс, разум человека совершенно по другим критериям работает. Все направлено на благо, в Божьей мудрости, в Божьем помазании. Я думаю, что вот эти все фантастические фильмы, знаете, как там вот эти все о великой цивилизации, как там все у них летает красиво, все там устроено, мы все учим. Вау. Потому что это все произойдет, это будет очень круто вообще, будут новые технологии, невероятные. Вау. И с другой стороны, даже если останется миллиард человек, это мечта, знаете, вот некоторых тут, сказать, этой тайны беззакония, чтобы оставить только миллиард людей. И в деле, Библия предупреждает, что две трети человечества погибнет в результате всех грядущих событий. Останется только одна треть, которая будет очищена и введена в тысячелетнее царство. И может быть, это будет всего лишь на все миллиард человек. Но за тысячу лет, я просто приведу пример, смотрите, за сто лет двадцатого столетия, в начале двадцатого столетия на земле было население два миллиарда человек. Две ужасные мировые войны, которые погубили десятки миллионов человек. Куча конфликтов, революции, войн локальных, эпидемии, убийства, насилия, там, и всего-всего-всего. И в итоге семь миллиардов человек за сто лет. Вау. Представьте, что будет происходить на земле за тысячу лет, даже если останется этот миллиард. Да. ни войн, ни эпидемии, ни смертельных болезней, ни голода. Библия предупреждает о том, что дни лет человека будет как дни дерева. То есть, будет восстановлена длительность жизни человека. Кто летит, будет умирать молодым. Это пророк Исаия об этом говорит. Да. Он говорит о тысячелетном царстве и мессии. Природа будет совершенно другая. Не будет хищников, не будет этих змей, которые там ядовитые. То есть, там лев и теленок будут вместе находиться. Маленький младенец засунет руку к ядовитой змее. Не ядовитой уже в тот момент, а к змее, которая раньше была ядовитой. И никакой никогда не было. Да. Человек будет жить там по столетиям. Представляете, сколько населения будет на земле. А церковь не увеличится в размере. Да. То есть, церковь как была, сколько вот ее там будет, так и будет, друзья. Поэтому мы готовимся, Иисус готовит нас к тому, чтобы мы были теми самыми управляющими в тысячелетнем царстве. Поэтому прилагайте усилия. Хочу вот сейчас тоже этот момент тоже объяснить, чтобы все, кто только что подключились, пропустили. Значит, according to Bible, как говорится, соответствии с Библией, мы можем понять, что когда Иисус придет, мы все будем взяты. На земле останется энное количество людей, которые не были взяты, которые переживут на себе все страшные события, которые описывает Библия. Гориты, войны, например, какие-то болезни и так далее, и так далее, и так далее. После этого приходит Иисус на гору Илеонскую, побеждает всю армию Антихриста и становится царем земли. В этот момент мы, которые были восхищены, возвращаемся с ним и уже, получается, становимся как бы управляющим органом на земле для тех людей, которые все-таки выжили, которых осталось порядка миллиардов. Мы не будем говорить о цифрах, потому что мы не знаем. Но какое-то количество будет. А количество людей остается, которые в обычных человеческих телах, но они уже входят в новую систему, где мы, будущие христиане, в прославленных телах, мы бессмертные, мы живем вечно, мы интересные... И мы становимся новой управленческой элитой. Да, да. И получается, христианам по мере их жизни на земле будет роздана власть. То есть, кто бы проявил особенную как бы ответственность к своему делу, то, что Господь проявил, ему будет много дано в этом управлении. Соответственно, без войн, без болезней, без всех этих проблем человеческая раса будет умножаться экспоненциально. То есть, мы будем расти и расти, потому что, ты сам сказал, привел статистику, что за этот период, когда были и войны, и так далее, человечество выросло в два, в три раза. Теперь, мы, получается, будем тысячи лет в этот процесс будет происходить. Я помню, как раз ты говорил, что есть подсчеты, что, возможно, будет к этому моменту уже сто миллиардов людей на земле. Есть ли такая сейчас какая-то тема или нет? Сложно, сложно подсчитывать это все, но теоретически это элементарно возможно. Причем, в условии того, что совершенно другая будет природа, и будет восстановлена природа, которая была в момент сотворения, как это было в Эдемском саду. Я думаю, что мы как раз и будем распространять Эдемский сад по всей территории. Будет не мгновенно, но, может быть, какое-то время займет. Но Бог относится о том, чтобы природа была восстановлена именно в допотопном варианте. Что это значит? Это значит, ты помнишь, да, вот эти семинары Кента Ховенда, который как раз рассказывал о том, что была тепличная атмосфера, то есть более-менее ровный климат по всей планете. Уже не будет там огромные аравийские пустыни или пустыня Сахара, или в Сибири там огромные миллионы квадратных километров, которые пустые, потому что из-за вечной мерзлоты. Да, да. На севере Канады там и так далее, и так далее. То есть, все эти территории становятся плодородными. И, соответственно, климат позволит по два, по три, по четыре раза принимать урожай. Да. Плюс божественные технологии, которые будут тогда внедряться, это будет просто очень, я не знаю, если кто-то будет садить пшеницу, то каждый колосок, он будет таким огромным, что там полмешка зерна можно будет садить. Ну, то есть, я уверен, что проблем с питанием не будет. Вау. Вот, поэтому земля, она способна выдержать такое огромное количество людей. Еще я даже слышал, пап, что в этот момент в царство даже виды вымерших животных тоже будут возвращены, чтобы максимально вернуть все в состояние от того, как Господь оставил эту землю. Потому что Господь, Он как начинает, Он так и заканчивает. То есть, для Него вообще не важно, что происходит, Он, как сказал, так и будет. И для Него наверняка важно именно сохранить, как было в оригинальном видении, в оригинальном издании, так скажем. Согласен. Есть такое. Вау, это восхитительно, очень интересно. Теперь, можно сказать так, что за это время будет спасено, но получается, что люди, рожденные в этот период, у них как бы не будет много вопросов, там, кто прав, кто не прав, то есть, будет объективно. Эти люди будут, то есть, кто-то будет размножаться, кто-то будет умирать. Что будет с людьми, которые будут умирать в этот момент тоже во время тысячелетнего царства, но не верующие, скажем? Ну, здесь вопрос такой, что Бог в тот момент Он будет судить по определенным критериям. То есть, на сегодняшний день нам открыто момент искупления. И на сегодняшний день это очень важное время. То есть, уникальный шанс стать не просто спасенными людьми, а становиться телом Христа. То есть, реально родиться в семье Господа Бога Всемогущего. Потому что потом, да, люди будут жить, и потом люди, все равно часть людей, они будут жить вечно, не являясь церковью, не являясь телом Христовым. Потому что, ну, будут, допустим, те люди, которые жили до Христа, которые погибли, допустим, во время потопа, которые будут жить в тысячелетнем царстве. Бог позволит им жить вечно. И каким-то образом их имена будут также записаны в книгу жизни. Но будут, конечно, оголтелые такие, которые, потому что Писание предупреждает, что в конце тысячелетнего царства снова сатана будет отпущен на малое время. И определенным образом он опять взбаламутит, опять, я не знаю, просто будут определенное количество людей, причем много людей. Там написано, что опять соберутся против Иерусалима и будет такое количество, как песок на берегу океана. То есть, очень много людей, которые снова будут обмануты дьяволом, всегда будут недовольны. Люцифер даже на небесах умудрился быть недовольным. Понимаете? То есть, и поэтому во время правления Иисуса, когда, казалось бы, все абсолютно будет идеально, обязательно идутся люди, которые все равно будут чем-то недовольны. И вот этих людей сатана опять обольстит, опять поднимет бунт. Это будет последний бунт вообще в истории Вселенной. И тогда написано, огонь спадет с неба. И вот именно вот эта часть человечества, которые пойдут своим последним решением пойти против Бога и пойти вслед с сатаной, вот тогда они будут уничтожены. И сразу после этого начинается тот самый суд, Великий суд, вернее суд около Великого Белого Престола, или Вечный суд. И вот как раз там написано, что мы, как церковь, мы будем со стороны судьи. То есть, мы не будем стоять среди тех, которые будут ждать суда. Об этом Писание предупреждает, об этом апостол Павел говорит. Но и с другой стороны, мы уже искуплены, мы уже будем в вечных делах. Поэтому мы на том суде уже не будем думать, Господи, мы записаны или не записаны. То есть, с нами уже все ясно. Уже сейчас ясно, друзья. Если вы верите в Иисуса, значит, Писание предупреждает, это Иоанна, Иоанна 5 глава, где Иисус говорит, верующий в Меня не судится и на суд не приходит, но имеет жизнь вечную. Наше преимущество в чем? В том, что сейчас вот в этих событиях, когда кажется непонятным, есть Бог, нету Бога, просто есть Библия и так далее, но мы принимаем свое решение, мы входим в элиту. Понимаете, мы становимся ну как бы оно такое совсем нерелигиозное и может быть кого-то оно ошарашит, но мы становимся расой Богов. То есть, смотрите, мое представление какое, все человечество, которое рождается, мы будем так говорить, Адам прародитель и все, кто рождается от мужчины и женщины, они образно говоря, рождаются в тело Адама. Первое творение человеческое. И над ними действует закон греха и смерти. Когда человек обращается ко Христу, он из тела Адама перемещается в тело Христа, тело последнего Адама. Здесь в теле Христа действуют другие принципы, другие законы. Когда апостол Павел говорит во Христе новое творение, не имея в виду, что просто мой лично мой дух раз пересотворен по-новому, имеется в виду, что в момент воскресения Христа, когда Иисус умер, Он сказал, совершилось, и потом Он воскрес из мертвых, в этот момент Иисус первородный, то есть Он дал рождение новой человеческой расе. это новый вид человеческих существ, это новая человеческая раса, которая реально является сыновьями и дочерями Бога Всевышнего, которые родились от семени самого Бога, и поэтому они имеют в себе божественную природу, и поэтому я могу смело сказать, это как эта раса богов. И она будет иметь привилегию, во-первых, быть элитой общества в тысячелетнем царстве, а потом в дальнейшем как семья Бога она будет осваивать все эти космические территории, то есть все эти галактики и все остальное, выполняя полностью весь потенциал творческий, который Бог заложил в человека как в свой образ и подобие. Супер. Будут другие народы, которые будут продолжать жить, они будут вечно жить, но они уже будут на других условиях. Почему сейчас у нас как у церкви есть это привилегия, понимаете, почему мы живем в потрясающее время, это короткое время, период благодати, потому что именно церковь получает вот такую привилегию быть семьей Бога. Будут народы, они будут спасены, они будут жить на этой планете, может быть они будут заселяться в другие галактики, но они все равно не будут именно как семьей Бога. Вот в этом принципиальная разница. Нереально. Вот хочу тут один момент ответить очень коротно. Там один человек написал, что мы говорили про то, что она должна восстановиться в предыдущее состояние, что парниковый эффект на всей земле, что все территории, которые либо засушливые, либо покрытые льдом, они тоже будут плодородные. Там человек написал, что для этого должно, чтобы мы поменяли солнечную схему. Я сразу могу, лично я могу ответить на этот вопрос, что земля в данный момент просто находится под наклоном. И элементарно изменение вот ее как называется, это не наклон, а как ну ось, не под наклоном, а будет перпендикулярно солнцу. Если только земля из такой позиции, то есть она круглая шар, я постараюсь применять так вот, она под наклоном примерно под таким, и когда солнце бьет на нее, то либо сюда много попадает, а сюда мало попадает. Тогда лето-зима получается, да. Из-за этого образуются сезоны, лето-зима, холодно-жарко, но если только вот так на место встанет, то она будет равномерно прогреваться солнцем, и она будет всегда на одной и той же дистанции от солнца, что позволит один и тот же климат. Поэтому надо будет менять солнечную систему, все может привести в порядок. Но у меня такой вопрос. Также написано... Для Бога, друзья мои, для Бога это вообще несложно абсолютно. Он просто делает вот так, и как нужно сделать солнечную систему, так она и будет. Сколько нужно энергии солнечной будет вырабатываться, так и будет. Нужно поменять эллиптическую орбиту на круглую орбиту, так и будет. Это Бог может сделать запросто в секунду, поэтому об этом даже не переживайте. У меня такой вопрос. В Библии написано, что Иисус говорит, что все творю, сие творю все новое, и что будет также сотворена новая земля, и будет, что эта земля будет уничтожена. Почему нужно будет привести это опять в порядок, потом опять уничтожить, чтобы перейти куда-то? Или вот что будет после всего? Тысячелетное царство, мы христиане, мы как элита правящая здесь, на земле огромный прирост, здоровье, финансовая стабильность, людей преврастает, много-много, сто миллиардов людей. Диалл отпускается на последний раз, он кого-то смущает, после этого уже окончательный суд. Но что происходит с землей, с нашей, на которой мы сейчас живем? Смотрите, тут вопрос вот в чем. Дело в том, что Бог сотворил такое понятие, как трехмерное пространство. то есть вокруг нашего трехмерного пространства, нашей вселенной существует невероятное духовное измерение, или четвертое измерение, я не знаю, сколько их вообще измерений. Но вот во всем этом Господь взял и создал некую замкнутую систему трехмерного мира пространства плюс время. Да, пространство и время. в рамках вот этого мира, он, будем так говорить, это инкубатор. Это просто некое замкнутое пространство, где в инкубаторе рождается раса богов. Окей. Можно еще раз? И потом, соответственно, наступает момент, когда Богу уже не нужно, чтобы именно вот это было физическое пространство плюс время, потому что все вопросы решены. Именно родилась вот эта вот, как сказать, его семья, там она выросла, она прошла через все испытания и все остальное. И поэтому наступает понятие другого пространства и другого времени. То есть начинается понятие вечность. Вечность это не просто бесконечное количество лет, это совершенно другое восприятие понятия времени. И, соответственно, совершенно другое понятие пространства. Да, физические условия. Поэтому, когда сказано, что творю все новое, это просто мы войдем в то самое измерение вечности, которое Бог уже приготовил для своего народа, своей семьи, а также для искупленных народов, которые будут заселять дальнейшие галактики, планеты и все остальное. земля, она сгорит, потому что объясняется, что земля сгорит. Земля сгорит в том плане, что то, что человечество тут накуролесило, оно сгорит. Но я думаю, что сама эта планета, она все равно останется. То есть это просто будет восстановление Божьего порядка, причем на новых условиях. То есть когда Бог сотворил этот материальный мир в самом начале, он дал определенные законы, физические законы, природные законы условия. Но потом, когда закончится вот этот 7000-летний период, тогда останется возможно эта же планета, для каких-то целей, не знаю. Но будут другие физические законы, физические условия, природные условия, и все остальное для дальнейших Божьих целей. Нам это не полностью открыто, не полностью понятно, но одно понятно, что с нами будет все классно. Вот это самое хорошее. Слава Богу. Хорошо, пап, у нас осталось буквально пять минут. Давай, может быть, скажи какие-нибудь советы, которые христиане могут делать прямо сейчас, чтобы получить все то, о чем ты говоришь, о чем говорит Писание. Какие практические советы мы должны исполнять сейчас, чтобы, так скажем, сохранить secure, вот я у меня в слове, это наше место вот именно в тысячелетнем царстве, что мы должны делать сейчас, как мы должны пройти период, который нас ждет, финансовые проблемы, может быть, даже голод, болезни, вот этот период, дай советы, как вам пройти. Самое первое, что Иисус сказал, это первую очередь, когда его спросили, как это будет, когда это будет, какие признаки, он начал с того, что он говорит, берегитесь, чтобы кто вас не обманул. это самое главное, потому что, чем ближе к концу, тем яростнее и мощнее будет работать пропаганда. Через средства массовой информации, через официальные каналы, через что угодно, через соцсети будет высвобождаться просто невероятное количество обольщения, которое будет выглядеть очень реалистично, и будут происходить там чудеса, знамения, там и что угодно, то есть все эти вещи будут происходить. Что нам нужно для этого делать? У нас есть только один источник истины, это Писание. Аминь. То есть нам жизненно важно будет, это не вопрос философии, это не вопрос моей религиозной наклонности, это будет жизненно необходимо. Друзья, ни в коем случае не оставайтесь номинальными христианами. Исследуйте Писание, стремитесь быть ближе к Богу, познавайте Бога, приобщайтесь к тому, как сказать, на личном опыте узнайте, какой Дух Святой. Да. Потому что, когда вы поймете вот это присутствие Духа Святого, когда вы поймете, как это, вы просто будете ощущать и чувствовать, где ложь, а где на самом деле это сейчас от Бога. Зная Писание и зная Святого Духа, тогда вы пройдете через все, потому что сам Дух Святой будет вас вести, Он оставит нас на истину, знаете, как ребенком будет брать за руку и просто проводить через все. Аминь. Поэтому мое, мое, как бы пожелание, номер один, не поддавайтесь этому всемирному обману, который будет происходить в последнее время. Как это сделать? Только то, что Библия становится для вас номер один. Потому что сейчас есть люди, которые, знаете, как либеральная теология, которые думают, ну не знаю, Библия там правду, говорит неправду, может перевели неправильно там и так далее. Бог позаботился о том, чтобы в Библии была донесена истина. А с Духом Святым вы сто процентов будете понимать, что является Словом Божиим, что является истиной, а что является ложью. Поэтому изучайте Писание и следуйте за Господом. Очень здорово. Я даже хочу напомнить пример, который тоже ты рассказывал про очень интересный. Один человек знался тем, что он очень хорошо распределял фальшивки, купюры, скажем, доллары. То есть он очень хорошо понимал, где копия, где подделка, где оригинал. И у него спрашивали, как ты это делаешь, как ты можешь понять. Неужели ты изучил все эти купюры? Он сказал, что мне понять истинную купюру, мне нужно знать только оригинал. И если я знаю, как реально выглядит оригинал, то все другие купюры, они, соответственно, я могу распознать, где что. Поэтому это очень... Я думаю, надо изучать оригинал, и тогда мы только будем понять, где подделка. Да, когда мы лично знаем Бога, тогда мы поймем, где фальшивка. Даже если там толпа инопланетян придет и скажет, понимаете, почему я думаю, что будет один из моментов отступления? 40 секунд, пап. Да, потому что, возможно, даже идеал пойдет на ухищение, типа инопланетяны скажут, а! И многие отступят. Поэтому, друзья, знайте, что есть единый истинный Бог, следуйте за ним. И пусть Господь благословит вас, и пусть Дух при мудрости откровения пребудет над вами, чтобы вы лично познали Бога, и чтобы вместе с Богом вы прошли через все события, которые сейчас грядут и будут происходить с Божьей помощью, мы все пройдем и все пройдем.